Братья-месяцы В этот день у христиан по церковным канонам Сретенье – встреча последних праведников Ветхого Завета, святых Симеона и Анны Пророчицы, с Иисусом Христом. А в народном сознании этот праздник воспринимался как встреча зимы с весной. В Сретенье весна с зимой встретилась, говорили наши предки, не без основания подчеркивая, покров не лето, Сретенье не зима. Ведь уже и воробьи заватажились по-весеннему, и верба на припеке начала потихоньку сбрасывать кожистые чехольчики со своих будущих пуховок, и скромняка тальник зарозовел. Но в середине февраля погожие деньки лишь чередовались с метелями и морозами. Хотя наблюдательные примечали, если на Сретенье оттепель свое брала, весну ждали раннюю и солнечную. Копель же предвещала хороший урожай пшеницы. Снежная пороша заставляла думать о раннем севе овса, а ветер плодородие фруктовых деревьев гарантировал. Впрочем, для верности их следовало хорошенько потрясти. На Сретенье светили воду, которая считалась прекрасным средством от многих болезней. Принято было племенных птиц овсом закармливать, чтобы летом и осенью они не слись хорошо. Сегодня знающие люди советуют окурить дом можжевельником, полынью, зверобоем или сосновой смолой, чтобы выгнать из дома зимнюю негативную энергию. 15 февраля нельзя продавать молоко, которое из дому. Бить и варить яйца – это к бесплодию. В этот день также примечали. Если метель случится, весна поздно в окно постучится. Снег через дорогу несет к неурожаю и поздней холодной весне. Если же снег по дороге несет и в квашне поведет, хлеб уродится. А еще по погоде этого дня об урожае трав судили, для чего бросали поперек дороги палку и наблюдали. Если заметет ее снегом, значит, корма скоту до первого выгона может не хватить, а травы весной будут дороги. По одному из календарей наступила громница, которую некоторые уже встретили. А все потому, что Русь-матушка большая, тянется с севера на юг, с востока на запад. Погодные условия в ее областях разные, народы в России живут многие, а поэтому и календарей существует немало. Так вот, этот праздник приурочивали к противостоянию холода и тьмы с теплом и светом, зимы с весной. На громнице прославляли бога громовержца Перуна и богиню Перуницу. Это единственный день зимой, когда может приключиться гроза и прогреметь гром. Когда-то в этот день наши далекие предки разжигали у дорог за околицами грандиозные костры. А всего лишь столетия назад обряд поклонения живому огню сменился обычаем изготовления на сретение общественной или громничной свечи. Ее крутили из воска, собранного с восьми-десяти крестьянских дворов, и хранили по очереди до определенного обетного праздника, например, Николы Зимнего и других. На торжественную церемонию приглашался священник. Он зажигал общественную свечу и служил молебен для всей деревни. Ежегодно сретенскую или громничную свечу принято было восстанавливать, наращивая новым воском. И когда вес ее достигал пуда – 16 килограмм – свеча передавалась на хранение в церковь. А для личного пользования крестьяне оставляли себе небольшие освященные сретенские свечки, хранившиеся за божницей весь год. Считалось, что такие свечи громят бесовскую силу, хранят в тяжелые и опасные периоды, например, при засухе или пожаре, во время грозы, чтобы не попала молния. Зажигали громничью свечу и ставили возле болящего. Также зажженную свечу закрепляли в руке покойника. Этой свечой ставили кресты на окнах и дверях для защиты жилища, ведь окна и двери могли быть местом проникновения чужих сил и духов. Капли с громничной свечи тоже собирались, ими окуривали больных, животных и скот. Веря в чудодейственную силу громничных свечей, их непременно брали с собой в поля в дни начала пахоты, сева и уборки. Считалось, что они способны сохранить в неприкосновенности зреющие хлеба, предотвратить заломы, сберечь урожай от дурного глаза. 15 февраля было временем огня и первой встречи весны, когда зажигали огни и свечи в больших количествах, чтобы помочь весне прийти и прогнать зиму. На громницу делались обряды и дары, посвященные Перуну Громнику, а также Велесу, который отвечает за плодородие, потому что в это время все народные обряды в основном были направлены на защиту от низших темных сил, на благосостояние и урожай на весь будущий год. Также в некоторых славянских родах продолжаются Велесовые святки. Перун да Велес вам в помощь! Славяне! Братья-месяцы КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ